Привет, это Планеткрафтер, и мы продолжаем треформацию этой планеты. Наконец-то разработчики выкатили обновление, мы можем теперь продолжить треформацию и населить эту планету насекомыми. Я, правда, не знаю, как они тут будут выживать, если до сих пор мне нужен кислород, но это не важно. Важно то, что я смогу теперь завести себе маленького питомца. Кстати, о питомце. Вот, вот он мой новый друган, Жоржик. Это личинка, он еще маленький, он еще даже не вылупился. Написано, что это необычная личинка, у меня их тут две, прям вот возле дверей. Одна, смотри, какая интересная, какая униформа прикольная. Давай, короче, заберем. И эту тоже личиночку заберем. Буду выбирать между двумя личинками. Написано, что используйте его в инкубаторе для создания новых видов. Окей. Я же, кстати, еще тут телепорт сделал. Я тебе обещал его показать, как он работает. Что ж, смотри. Этот телепорт построен еще в другом месте и позволяет мне телепортироваться между этих двух мест. То есть, дом и алюминиевого ресурса. Ну, то есть, где вот у меня рудник алюминиевый. Джибинг. И вот он мой алюминиевый рудник. Здесь у меня лазеры добывают его, копают. Ну, в принципе, это через карту практически, можно сказать. Я перелетаю. И вот домой сразу телепортируюсь. Короче, теперь все удобно. Но, правда, заморочно его делать. Там куча всяких запчастей нужно для него. Сейчас я тебе покажу, где он у нас телепорт. Вот. Например же, пульсирующий кварц и стержни из суперсплава. До обновления с пульсирующим кварцем были небольшие сложности. Практически я его весь потратил. Но вышло обновление. Новые биомы появились. И кварца будет больше. Что еще мы можем здесь наблюдать? У нас появился... Что у нас здесь где-то? Вот, смотри. У нас появился ули. Необычный такой нано-ули. Инкубатор. Собственно, который нам и нужен для выращивания насекомых. И что-то еще должно было здесь появиться. А, вот. Экран биомассы у нас теперь есть. И вроде бы, пожалуй, все. Значит, я сейчас пойду в лабораторию, быстренько сбегаю. Посмотрю, нет ли там у нас каких-нибудь обновлений новых. А они здесь есть. Ты посмотри. Личинка бабочек. Разных разновидностей. Вот это что? Семена деревца. Еда высокого качества. Открытая ферма. Ух, кучу всего нужно открывать-то. Но для этого нужно, соответственно, построить экранчик и следить за биомассой. Окей, окей, окей. Нужно попить водицы? Поесть нужно еще. Короче, начиная, значит, с экрана биомассы. Что там нужно? Железо, кремний, алюминий. Не вопрос. Алюминий у меня полный штаны. Вон. Осталось достать где-нибудь кремний и железо. Кремний, кремний. Здесь у нас. Берем. И железо. Берем. Ты взял железо? Нет, он не взял железо. Чунгач Кук. Куда экранчик? Мы с тобой ваткнем, конечно же, на улице. Куда ж еще? Пусть он будет, наверное, вот с этой стороны. Экран биомассы. Ой, какой он здоровый. Его, походу, придется внутрь. Внутрь ваткнуть. Куда б тебя ваткнуть? Вот здесь ему как раз-таки, кстати, нормаленькое. Ну, тогда здесь и лупанем его. Опа. Смотри, растения столько-то, насекомые столько-то, животные столько-то. Скоро до животных доберемся. Ого. Тогда, может, я и собаке на здешнего заведу. Выращу его и заведу. Так, дальше, значит. Нам нужен инкубатор. Для этого кора дерева, удобрение и суперсплав. И кислородная капсула. Окей. Кислородную капсулу мы сделаем без вопроса. Нужен просто кобальт. Сейчас я за ним сбегаю на свой склад. Кстати, мне показалось, что у меня тут деревья как-то разрослись по-другому. Не так, как раньше было. Ну, да ладно. Деревья, деревья, значит. Все, кислородная капсула у нас имеется. Получено новое сообщение. Пойдем почитаем. Что это мне, кто там, что это мне прислал? Sentinel Corp. Наши датчики обнаружили, что условия на вашей планете должны позволить появление диких личинок на поверхности. Используйте эти личинки в инкубаторе для разведения эндемичных видов пчел и бабочек. Эти виды необходимы для выполнения вашей миссии и ускорения процесса терраформирования. За вами пристально следят. Напоминаем вам, что вы не должны использовать устройство связи для связи с кем-либо, кроме Sentinel Corp. Ха! Я помимо Sentinel Corp еще вон срали. И Ралли мне сообщение зашифрованное посылает. Но я ему, правда, еще ничего не отвечал. Ну и ладно. Короче, обманули дуречку в Sentinel Corp. Возвращаемся к инкубатору. Нам нужна капсула с кислородом. Есть такая. Дальше. Удобрение Т2. И с корой проблем у меня не будет. Сейчас у меня тут целых два биокупола с корой. С деревьями. Так что это вообще не проблема. А вот с удобрением... Сейчас посмотрим, что там нужно для удобрения Т2. Оно там какое-то замудренное. Метановый картридж найдем. Кабачок есть. И простое удобрение нужно сделать. А простое удобрение у меня где-нибудь завалялось? Есть? Есть где-нибудь у меня удобрение? Ну, пожалуйста. Зато есть вот метан. Два стержня. Кабачок. Вот он. Кабачок имеется. Удобрение у меня в карманцах. Но это Т1. Теперь делаем Т2. Кабачок. Все, все. Это у меня вот тут вот уже складировано. Так, так, так. Все. Удобрение Т2 тоже имеется. Ух, балдежно. Сейчас будет инкубатор. Не, не, не. Инкубатор. А где его разместить-то нужно? Наулки получится? Нет. Значит, на лаборатории мы его поставим. Инкубатор этот. Он будет у меня посередине. Давай я его лупану. Вот тут вот так вот. Посерединке. Сейчас ровненько его поставлю. Вот так вот, наверное. Это прям, знаешь, как огромная муравейная ферва. Или большой аквариум. Что у нас здесь есть? Значит, генетические последовательности. Личинка пчелы. А, это личинка пчелы так и выглядит. Шелковый червь. Бабочки. Бабочки. Понятно. А тут что? Ага. Значит, здесь у меня чертежи, грубо говоря. А сюда их нужно воткнуть. Ладно. У меня есть такая личинка. Мутаген нужен и удобрение. Да что ж такое-то опять с удобрением? У меня, короче, кончилась сера. А сера нужна нам для удобрения. Ух ты. Какая красивая. Подожди. А, это. Я думал, что за розовые такие личинки. Но у меня такие есть. Ввиду того, что нам понадобится огромная куча удобрения, по всей видимости. Я пришел к выводу, что мне нужно, прямо вот необходимо, построить еще один телепорт. И встанет он, конечно же, вот здесь вот. Рядом с водорослями. Из которых, собственно, и делается у нас удобрение. Че? Че, в смысле? Да блин. Да блин. Прикинь, электричество кончилось. Хотя он работает и так. И без электричества вроде как. Значит, вот эти координаты. Подожди, я хотел переименовать их. Все работает. В общем, зря я подумал на электричество. Но вроде он как не сияет и все равно телепортирует. Обычно он сиять должен. Так, название, значит. Это водоросли. Отлично. Надеюсь, этот телепорт здесь не затопит. Ну да, и надписи здесь нету. Соответственно, значит, питание. С питанием проблемы. Сейчас я посмотрю, че там у нас с током. С током, с током, с током. А потребляется огромная куча электричества. А производится вообще фигня какая-то. Так, получается мне нужен еще вот такой вот реактор. А для него нужна огромная куча кварца. Вот и на. Вот все друг за дружку цепляется. Ну ладно, я по крайней мере знаю, где пульсирующий кварц. Просто без электричества я не смогу вырастить насекомых. Им же тоже нужно как-то питать. Инкубатор. Переносимся, значит, в алюминиевый биом. И идем с тобой в новую область. Надеюсь, что ты помнишь этот биом. Потому что он очень значим для нас. Ведь именно здесь я нашел бункер. Нашел вот эти все постройки. Прочитал документацию и выяснил, что задолго до меня сюда также посылались люди. Которые пытались треформировать эту планету. И как ты видишь, что-то у них получилось, а что-то нет. Потому что они не выжили. Но я-то оказался успешнее их всех. О, сундучок. И вода. Вот это мне пригодится. В сундуке что у нас? В сундуке какая-то фигня. Ладно, оставим здесь. А вот, собственно, и новый биом. Черные камни. Огромные циолиты, которые здесь валяются. И этот биом очень темный. Вот, смотри. Вроде бы как день, да? Вот день. А когда в него заходишь, ты словно в космосе просто в каком-то находишься. Без атмосферы здесь планета находится. И... Нифига себе, ты в какую яму ли я дал? О! Вот что мне нужно. Нам нужен пульсирующий кварц здесь. Ну и грунт здесь тоже такой лунный какой-то прям. Капец как. И циолит здесь валяется, и осмий здесь, и кварца тоже дофига. Только не говоришь, что сейчас метеориты полетят. Вот меньше всего этого хотелось бы. Значит, тут есть практически все, что нужно нам для... О! Создания нашего... Да! И чертежи, кстати. Нужно попробовать чертежи затолкать в наш исследовательский компьютер и что-нибудь исследовать. Вдруг что прокатит? Новые чертежи же наверняка добавили в игру. О! Еще сундучок. О! Как уда... Да ты ж мой родненький, как удачненько! И суперсплавы, и удобрения. Обожаю такие сундуки. Очень нравится их находить. Так, у меня проблемы с кислородом, с едой. И... Походу, надо возвращаться. Ну, атмосферное такое место, интересное. Сюда стоит еще вернуться. Ведь мы же не все там исследовали. Кстати, насчет исследований. О, блин, личинка и тут тоже валяется. Они повсюду. Мне это начинает бесить, как тараканы, слушай. У меня, короче, вот в этой области был создан мой небольшой перевалочный пункт. Тут куча чертежей я оставил. И есть компьютер для исследования. Сейчас мы это и проверим. Расшифровка. Получу новый чертеж. И сгорать. Для фермы моей, видимо. И все? И все, нет чертежей для расшифровки, но у меня... А, подожди, нет, у меня чертежи же здесь. У меня места маловато здесь. Сейчас. Возьму вот эти все три чертежа. И исследуем их с тобой. Расшифровать? Нет, это не спасет. Все. По всей видимости, разработчики решили нас, как бы, не радовать большим количеством исследований, а дали всего одно. Сколько-то. Блин, ну это прикольно, что можно телепортироваться, даже когда нет электричества. Это прям кошерно. Ну, просто, наверное, разработчики пофиксят это в ближайшее время. Ведь так не должно работать. Но пользуемся, пока есть возможность. Значит, делаем генератор ядерного синтеза. И что, один вот здесь вот напротив. Оу-е. Вот, теперь он работает как надо. Отправляюсь водоросли собирать. Да, как же мы балдеж. Надо будет куча вообще телепортов понаделать. Здесь под водой есть какие-нибудь личинки, интересно? Может там... Лягухи какие-нибудь или еще что-нибудь. Личинки лягух. Не, лягухи из головастиков берутся, не из личинок. Если что. Я в курсе, я изучал биологию в школе. А голова, в свою очередь, появляется из икринок. Да-да-да, лягушки откладывают икру. Ну, что ж, поскольку удобрение у нас уже есть, нам остался только мутаген. Сейчас я вспомню, как он там делается. Образец бактерии. Нужно воды побольше. И метанчик нам нужно достать сейчас. Благо, он у нас тут вытаскивается из земли в большом количестве. О, кислородная капсула. А что она тут делает, интересно? Я, что ли, затолкал ее туда? Из земли кислород добылся. Так, значит, делаем мутаген. А, образец вначале нужно сделать. Вот образец. А теперь мутаген. Ну, наконец-то, все свершилось, все срослось. Значит, личинка пчелы. И мы ее кладем сюда. А где у меня личинки? Здесь я, что ли? Я сюда их куда-то положил? Выгрузил. Да, личинка пчелы. Я ее кладу сюда. Кладу мутаген и удобрение. Исследовать. Да, оно исследует, но пока еще неизвестно, что это. Но мы-то знаем с тобой, что это будет пчела. И в скором времени она вон там... А, вон она, личиночка-то уже лежит там. Скоро она превратится в огромную пчелку. Кстати, для пчелы это очень большая личинка. Ну, планета тоже суровая, поэтому и пчелы будут большие, суровые. Продолжаем. Что нам нужно еще? Сделать ульи. Для этого нужна личинка пчелы. Она у нас сейчас в инкубаторе там вылупится и будет. Кстати, смотри, как ткань у нас изменилась. Раньше это был такой порванный какой-то кусман, а теперь сложенная, словно полотенце или покрывало. Значит, хочу сделать еще один телепорт, но для этого нам нужен суперсплав. Пойдем-ка за ним сбегаем. Интересно, в этом обновлении открыли дверь, нет? Сейчас одним глазком посмотрю. Вот она, эта дверка. Но нет, нет, она до сих пор здесь закрыта. Ее открыть никак не получится на данный момент. Ну или что ж, ладно. Забираем тогда суперсплав отсюда. Вот он, парочку штук тут. Всего парочку. Это прям... А, вот тут огромное количество. Я вернулся вновь в этот биом для того, чтобы поставить здесь телепорт. Он нам здесь очень необходим. Давай, давай, давай. А, пульсирующего кварца не хватает. Но не беда, он же тут есть. Сейчас я его найду, соберу. Как-то я так и лоханулся с пульсирующим. Ух, ух, чуть-чуть, нифига себе. Вот это здесь сундуки добротные. Я тебе хочу сказать, прям очень радостно в них заглядывать. Значит, пожалуй, вот здесь вот где-то я поставлю на вот этом холме тогда... О, какая личинка. А, есть такая личинка у нас уже. На этом холме поставлю этот телепорт. И назову его черный биом. Черный биом. Билм. Биом. Вот, черный биом. Все правильно написал. Все, будем сюда телепортироваться. Значит, кто-то забирает. Двигатель, конечно, возьмем. Хотя он мне уже, наверное, не нужен. Это заберем. А споры грибов, они нам не нужны. Ну все, теперь мы можем сюда спокойненько телепортироваться. Это другой конец карты. Это так балдежно. И заодно сейчас вот это что? Это титан. Он так подсвечивается здесь, капец. Целит еще возьмем. Ух ты, нифига себе. В этом биоме есть огромная пещера. С невероятными грибами. Ты посмотри на них. Вот это грибочечки, я тебе хочу сказать. Это, по-моему, еще одна локация выходит. Выходит, что так. Какая она здесь здоровенная. Это подземный город целый грибной. Ничего себе. Нифига. О! А это что такое? Минуточку, секундочку. Инопланетные какие-то странные штуки. Я могу попить здесь воду, кстати. Выпить. Хе, какую-то жижу попил болоту. Сейчас продрищусь где-нибудь. Короче, здесь... Почему здесь такие постройки? Древний-древний. Как древняя цивилизация людей, слушаю. Использовали все вот эти вот водяные мельницы и прочее-прочее-прочее. Эх, взяли все и споганили. Я думал, тут инопланетные какие-нибудь технологии будут, знаешь, крутые. Что в сундучке? О, сундук меня хоть порадует. Это хорошо. Сундучки здесь радует. Это, конечно, балдежно. Их открывать. Ну, атмосферное. Атмосферное место. Споры грибные тут летают. Я их сейчас занюх. Хотя я в скафандре, мне пофиг найти споры. Я же до сих пор скафандр таскаю. Вроде треформацию уже почти завершаю. А до сих пор в нем. И до сих пор задыхаюсь. Эх, ох уж эти проблемы. Треформации. А здесь он тоже. Смотри, о, сундук. Сундук ракетный. Двигатели отлично. Они нам как раз-таки понадобятся для того, чтобы... Запускать ракеты в небо и увеличивать биомассу планеты. Ну, точнее, не биомассу, а как это там называется. Чтобы больше жучков на планете появилось. Вот. Ну да, биомасса. Блин, но территория тут, конечно, обширно большая. С этими грибами. Будет прикольно, если я сейчас тут найду деревянный какой-нибудь бункер. И там будут бумажечки, на которых начерикано, что я здесь прожил миллион сто пятьсот лет тому назад. И пытался треформировать планеты. Нет, нифига себе, какая красота. Водопад. Просто бродил. Блин, у меня кислород кончается. Не мое. Заболтался я. Ой, как заболтался. Так. Ну, дохнуть я... А вот это что? Это железо. Дохнуть я, наверное, буду здесь. Чтобы сундук потом прибежал. Личиночка. Посторожи мой сундучок, пожалуйста. Там куча всего интересного. Я сюда прибегу обязательно. Надо будет понаделать кислородных баллонов и бежать сюда. Все, я сдох. Я сдох. И я воскрес. Кстати, вроде бы... Эх, мутаген, короче, там остался. Ладно. Фиг с ним. Я туда вернусь за своим сундуком. Пойду посмотрю, как дела у наших пчелок. Пчелки летают. Гляди, какая красотень. Я могу как-то отсюда теперь вытаскивать этих пчелок? Вот сложность какая-то. Есть пчелок я, походу, отсюда достать не могу. Хотя, вот, личинка пчелы, пожалуйста. Это как раз мне нужно для того, чтобы сделать ульи. Нам нужен самородок. Короче, все обшарил. Нет, самородка у меня нет. Придется его делать. Пойдем посмотрим, что там нужно для самородка. А где он вообще делается, кстати? В лаборатории. Точно, он же в лаборатории делается. Прямо вот тут же. Я же на него смотрел. Да, грибы, кремнии и бутылка воды. Не вопрос. Есть самородок. И все, получается, я все собрал. И ульи мы сейчас... Его, кстати, на улице можно разместить? Да, ульи можно разместить на улице. Ну, тогда рядом с цветочками. Вот здесь вот его поставлю. Пускай он летает. Нефигня, чем мы первые насекомые. Летают тут такие прикольные челочки. Что они дают нам? Значит, энергии. Ну, это понятно. Растения плюс 350 и насекомые. Ты что, сел на мой скафандр? Он сел на мой скафандр. Какая жесть. Как-то стрёмненько. Улетай. Ну, и в то же время прикольненько. Ощущение жизни появляется. Хоть какое-то, знаешь, ну, разумное. Пчелы, они все-таки довольно-таки разумные. Они в коллективе живут. Значит, что, возвращаемся. А, я же хотел сделать полчиновый чертеж с семена дерева цернея. Я же хотел сделать... Мне кобальт нужен. Кислорода. И как можно побольше. Я вернулся сюда и, о боже. Суперсплавческие метеориты пошли, блин. Единственное, я вышел где-то не там. Где-то пещера должна быть. О, как больно-то лупит. Получено достижение. Not... Чего написано там? The face. Not the face. Не по лицу. А, ну мне по лицу прилетело, да. Поэтому not the face. Вот тут вот, наверное, я вылез. Вот где-то вот здесь вот. И тут должен быть мой... Вот он, да. Вот здесь все есть. А-а-а! Перелом! Жесть! Жизнеобеспечение в говнище просто. Да. Кто-нибудь жрачку здесь запаси. Я лучше здесь под землей в бункере попрячусь от этих бомбежек метеоритных. Это отстой. Мне нужно что-нибудь пожрать. Можно было бы эти грибы жрать, а? Дайте мне, пожалуйста, где-нибудь жрачки. Я не хочу подыхать здесь. Еда, еда, еда. Да какая еда в топку? Да, конечно. Блин, только пожрал. Только вот пришел сюда. Нормально тут порыскать. Ага. Обломись. Все, я сгонял по-быстренькому к бабушке на пирожки. Ты отъел полученную чертеж еда высокого качества. Где же ты была? Вот мне бы эта еда высокого качества понадобилась бы в моих кармашечках. Когда я чуть не расшибся. Здесь сундучок. Блин, ну тут просто поле. Какое-то поле. И водопад. Больше здесь ничего нету. Огромная куча воды. Прикольно было бы посмотреть на этот водопад, когда ты только начинаешь треформировать планету. Здесь просто гора стоит, а потом с нее начинает вода литься. Это, конечно, круто. Круто. А здесь начинается пляж. Песчаный, да? Конечно же, мы можем взобраться на эту гору. И уверен, что там что-нибудь нас ждет интересное в виде золотого сундука, может быть. Ну, а там дальше ничего нету. Ничего интересненького. Ну, а те, кто ищет, по закромам всегда находят сундуки. Блин, у меня сейчас скоро уже и место-то кончится. Суперсплав, ладно, заберем тебя. А, так это мы рядом с метеоритом, что ли? Да ты что? Тут же метеорит должен быть. А где метеорит? Подождите. Помнишь, здесь метеорит был? Это же кратер с метеоритом. Да ладно вам, а куда выдели метеорит? А что вы его отсюда убрали? Или это другой кратер? Не-не-не-не-не, здесь должен быть. Сейчас мы выясним. Вон там вот, подожди. Если там есть установки, солнечные батареи, бункер, то точно это кратер с иридиевым метеоритом. Странно, что его убрали. Прям капец. Да, точно. Это тот самый кратер. А куда иридиевый метеорит делся? На кой черт его убрали? Он так классно тут смотрелся. Хм. Это вопрос. Ладно, вон там вот я вижу на горе что-то есть. Надо туда сгонять. Кстати, вот как выглядит эта гора без водопада. Пожалуйста, мы прямо сейчас на нее смотрим. Получается, что мы три биома с тобой уже сразу же и посмотрели за этот ролик. Вот это поворот. Они все в одном месте оказались. Читож, пойдем порыскаем под водой, что ли. А это что такое? А, это просто камень, булыжник. Выпить водички могу из этого моря. Под низом есть что у вас там? Какие-нибудь пещеры может быть? А, вот, 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 смотри, вот. Мы сквозь текстуру сейчас посмотрим. Там вроде ничего интересного-то внутри нету. Пещер тоже нет. Нам удалось это посмотреть. Просто взлетаем наверх. Вот откуда бьет вода. Нифига не видно, могу разбиться. Чего не очень-то хотелось бы. Все, а я почти наверху. Посмотри, как я высоко взобрался. Жесть просто. Стремненько. Здесь личиночка меня встречает. Здорово, братюнь. Прикольно. Я наверху, и ты тоже наверх забрался. Продолжаем скорабкиваться. Главное здесь где-нибудь не упасть. Ну все, я наверху. Я на самом верху. Это, наверное, одна из высоких точек здесь. Капец. Ну, к сожалению, здесь ничего не то. Никакого золотого сундучка. Никакого подарочка. Типа красавчик. Ну, достижения хотя бы. Красавчик ты забрался на балопат. В общем, разработчики нас никак не поощряют. Ну и какая-то скучная локация. Кроме водопада здесь, как бы, смотреть-то и не на что. Эх, ладно, спускаемся отсюда. Тпжимся домой. И посмотрим, что там делать дома сейчас будем. Надо бабочек еще где-нибудь как-нибудь развести. Слушай, один террариум. Ну, в смысле, один инкубатор для одних насекомых. Или тут можно... О. А, ну пчел я забрал, и все понятно. Все ясно. У меня есть еще одна личинка непонятная. А, так вот, это личинка бабочки у меня. Все ясно. Я тут думал, что это за личинка такая. Тут написано, что это обыкновенная личинка. А это, оказывается, необыкновенная. Удобрение скидываем сюда. Берем вот эту личинку. И это получается у нас бабочка. Тут нужно что? Нужно... Удобрение зря скинул. Вообще зря. Берем удобрение. И нужен мутаген. И тогда у нас появятся бабочки. Вот такие вот голубенькие. Мутаген. Мутаген у нас... Для него нужна вот эта вот штука, по-моему. Даже для мутагена. Да. И метан. Метанчик. Ты где? Метан. Что, все? У меня метан закончился, что ли? Ладно, не вопрос, сбегаю. Он тут у меня качается. Качаю метан. О, смотри, реально из земли достается кислородная капсула. То есть там есть кислород под землей. Это говорит о чем? Что скоро я смогу бегать без скафандра. Нет, только нет. Только не метеоритный суперсплавный дождь. И я не люблю его. Вообще ненавижу. Так. Стоп, минуточку. Мне нужно вот это сделать. Да. Готово. Закидываем это сюда. И следовать. Все. Начать секвентирование. И скоро через сколько... Через... Сколько-то много появится у меня бабочки. Ну и чудно. Значит, что еще мы можем здесь сделать? Помимо всего этого... О! Бабочка-купол. О, какая интересная штука. Значит, у меня все для этого есть. Бабочка-купол сейчас построим. Берем удобрение. Блин, а там реально бабочки сейчас будут летать или нет? Значит, когда я строил био-купол с деревьями, там сразу деревья появились. Нам нужно... Нам нужно... Нужно, нужно, нужно... Где-то удобрение у меня Т2 было. Вот оно, удобрение Т2. Циолит. И что еще? И кора дерева. А, еще и... Нужно немножечко... А все, у меня есть суперсплава. Два штука. И за корой дерева. Быстрее. А место-то есть у меня для коры дерева? Нет, у тебя место для коры дерева. Значит, надо пожрать и выпить. Вот, отлично. И теперь дерево есть. Где этот купол будем с бабочками ставить? Купол с бабочками. Бабочками. А, их... Че они? Че? Вот, вот, можно поставить. Я думал, нифига себе, че это их тут нельзя поставить? Уж хотел бычить на них. Вот. Бабочки летают? Я не вижу, чтобы там бабочки были. Видимо, их туда запускать надо. День открытых дверей объявлен. Все, можем зайти сюда. И здесь, к сожалению, пока ни шиша нету. Здесь нужно бабочек закидывать их. Чтобы они размножались. Что ж, пойду посмотрю пока с бабочками. Че-то бабочки, бабушечки летают уже здесь. Красота. Значит, для них нужно будет улей еще сделать. А, нет, это улей для пчел. Личинка пчелы. Я думал, может, такой же улей для бабочек поставить. Но не прокатит, к сожалению. Вроде бы из построек все. Пока что, на данный момент, все, что у меня открылось. В наших исследованиях. Возможно что-то открыть еще? Так, 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 так. Тут ничего. Здесь тоже ничего. Здесь все открыто. А здесь тоже что нам осталось открыть? Нам здесь осталось открыть разбрасыватель семян деревьев Т3. Пульсирующий кварц мы сможем делать. И термоядерный энергетический элемент. Вот, тут еще переключаться можно. Смотри, наконец-то сделали вот такие вкладочки. Ага. Значит, нам можно еще открыть семена деревьев. Шелковый генератор. Ха! Ткань сможем делать, значит, если шелковый генератор появится. Коробка с бабочками, чтобы вешать на стенку. И вот еще какие-то бабочки мы сможем открывать. Ферма бабочек. Она будет у нас. Отлично. Это как улей, только вот ферма бабочек. у нас будет. До нее, конечно, капец, как много всего нужно. Слушай, а что если я возьму бабочек отсюда? Вот так вот возьму личиночку. Давай. Возьму личиночку. И положу ее вот сюда. Давайте бабочки. Ну-ка. Оу! Еее! Нифига себе, вот это крутотень. Вот это обалдеть. А мне кажется, если я сюда поставлю еще какой-нибудь другой вид бабочек, они будут скрещиваться и будут выводить что-то другое. Новый подвид, например. Вполне может быть такое. Ну и что ж, я думаю, что пора закругляться. На этой прекрасной ноте мы наконец-то заселили планету насекомыми. Ну еще не до конца, конечно. Но заселили. В следующей серии будем экспериментировать со всеми остальными насекомыми. Ну и хорошенечко побродим по новым биомам. Наверняка там есть какие-нибудь секретики. А на сегодня это все. Спасибо, что посмотрел. Не забудь поставить лайк под видео. Подписаться, если ты еще не подписан. Подписаться на Яндекс.Дзен, который есть в описании. Ссылочка на него. Туда все ролики дублируются с Ютуба на всякий пожарный. Ну и... Хорошего тебе настроения. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok